Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня у нас программа «Логистика 2.0» и ее ведущие Ольга Ишинина и Кирилл Ласов. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня Елена Артемова, руководитель отдела логистики и администрирования и продаж операционного управления ЗАО «Сони Электроникс». Здравствуйте. Здравствуйте. Лена, «Сони» — это всем известная корпорация, это качество признанное, это долгосрочная история. Безусловно, мы рады видеть вас здесь и услышать ваш опыт, посвященный логистике и работе в этой компании. Представьте, пожалуйста, компанию, расскажите про нее. Компания «Сони» образовалась в России в начале 90-х. То есть вначале это было представительство, потом образовалась локальная компания «ЗАО «Сони Электроникс», которая работает на рынке с 2007 года, продает технику «Сони» за рубли. Это была одна из первых компаний, которая пришла на локальный рынок и открыла здесь локальный склад. Соответственно, до сих пор мы успешно продаем и организовываем дистрибуции товаров «Сони» по всей России и странам СНГ. У вас очень большая зона ответственности. Вы возглавляете практически логистику крупного индустриального производителя и отвечаете за то, чтобы товар попал во все региональные точки не только России, но и страны СНГ. Расскажите об этом поподробнее. Как происходит движение товара? «Сони» получает товар от заводов-изготовителей, которые расположены в странах Азии, есть в Китае. Товар поступает в Россию, производится таможенное оформление. Дальше товар размещается на склады «Сони», откуда производится дистрибуция уже дилерам. Эти склады в России? Да, конечно, эти склады в России. У нас есть один склад в Москве, в Московской области, и один распределительный центр в Екатеринбурге. Какие ежегодные грузовые потоки вам приходится контролировать? Ну, ежегодные грузовые потоки, они, конечно, зависят от сезонности, от экономической ситуации, конечно, в стране. Ну, это десятки контейнеров. В месяц. От десятков до сотен, может быть, в зависимости от сезонности того времени. Вы упомянули про европейских и китайских производителей. Это основные страны, откуда идет поток товаров? Ну, естественно, у нас, мы знаем, страна Китай, которая, в общем-то, обеспечивает рынок сбыта практически по всему миру. Также страны Малайзии, популярные страны, в общем-то, Соня тоже имеет там производство. Есть еще европейское производство у Сони, но это незначительная часть. Это относится к телевизионному бизнесу. Елена, расскажите, пожалуйста, о стратегии дистрибуции вашей компании. Мы получаем товар и размещаем его в нашем распределительном центре в Московской области, откуда происходит дальнейшее распределение товара по клиентским складам и магазинам. Компания Сони уделяет большое значение региональному развитию продвижения товаров. И мы открыли недавно, в 2013 году, распределительный центр в городе Екатеринбурге, который в основном является складом для удовлетворения спроса региональных дилеров этого уральского региона. Также мы осуществляем поставки в Сибирский регион с этого склада для дилеров этого региона. Продажи на Дальнем Востоке есть? Дальний Восток у нас тоже стоит в повестке дня. Этот регион мы развиваем последние два года. Мы организовали прямую дистрибуцию контейнеров с фабрики в этот регион. Для дальнейшей доставки товаров дилерам. Скажите, а еще какие-то распределительные центры, склады еще в других городах России у вас есть? Или планируется их открытие в ближайшее время? В данной ситуации, когда прогнозировать развитие достаточно сложно, потому что никто не знает, какая будет экономическая ситуация на ближайший период. Поэтому мы пока ограничиваемся имеющимися возможностями и пытаемся развивать эти направления. Бизнес в логистике достаточно сложен, потому что очень большой ассортимент товара, очень высок сезонный спрос, вот эти сезонные колебания. И наличие товара в магазине – это, безусловно, ключ к успеху продаж. Расскажите, как вам удается быстро реагировать на такое большое количество изменяющихся факторов? Чем достигается быстрота движения товара и быстрая реакция на пиковый спрос? Ну, вопрос, конечно, достаточно субъективен. Пиковый спрос, он определяется экономической ситуацией в первую очередь. Ну, например, на современном этапе достаточно сложно форкастировать продажи. И точность прогнозов здесь, наверное, не будет очень велика. Но если мы берем стабильность какую-то, например, прошедших лет, то форкастирование вполне может быть точным. А точный прогноз – он, в общем-то, залог успеха, вот точности поставки и удовлетворения рынков. А если мы говорим, как вот средняя температура по больнице, как бы вы оценили точность прогнозов продаж? 80%, 30%, 50% в вашей компании, в отрасли? Ну, то, что вы считаете возможным рассказать. Ну, компания Sony достаточно много уделяет анализу и рынка сбыта, и анализу дистрибуции. Существуют определенные методы, по которым анализируется прогноз продаж. В общем-то, если это необходимо, то мы основываемся на достаточно известных фактах и достаточно известных научных теориях. Ничего сложного и здесь нет. Просто вопрос о том, насколько внимание компания уделяет вот этому направлению. Соответственно, западные компании, на мой взгляд, они, как правило, имеют практику таких анализов. Поэтому статистический анализ, он проводится на ежемесячном уровне. И цифры постоянно анализируются, исправляются, корректируются в одну или другую сторону. Для этого есть отдел маркетинга, в общем-то. Ну, вот по моей практике 10% отклонение от прогнозного значения является хорошим качеством прогноза. Вот вы где-то вот в этих показателях? Ну, все зависит от времени, от сезонности. Где-то да, где-то нет. В частности, я могу сказать только про прогнозы, логистические прогнозы, по которым мы работаем с нашими поставщиками услуг. Нашим поставщикам услуг мы выдаем ежемесячные прогнозы, наших оценок по товародвижению на наших складах. Это помогает им в планировании, в общем-то, своих расходов и мощностей. Лена, груз компании Sony, товары компании Sony – это хрупкие товары, и с точки зрения сохранности в пути транспортировки, очень интересно, каким образом компании Sony удается осуществлять перевозку такого груза, применяются ли какие-то специальные упаковки, требования к перевозчикам. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Да, действительно, товары наши, они высокой стоимости, как маленькие, так и большие. И они требуют, конечно, определенной обработки, как и на складе, так и при транспортировке. И это действительно проблема для наших партнеров и поставщиков услуг, поскольку не все способны выдержать и предоставить качество услуг, которые нам необходимы. Ну, мы говорим о товарах высокой стоимости, это цифровые фото-видеокамеры, телевизоры. Сейчас идет развитие телевизоров в сторону, с одной стороны, уменьшения толщины телевизора, а с другой стороны, расширение диагонали. Ну, вот наша линейка в этом году, она представляет очень интересный телевизор Android TV. Это линейка от 50 дюймов и на базе технологии Android. Этот телевизор, он имеет возможность управления голосом. То есть я не буду вам сейчас рассказывать, в общем-то, его достоинства, стоит посмотреть. Но, тем не менее, действительно обработка и перемещение этого телевизора достаточно затруднительно с точки зрения качества операций. Но, тем не менее, есть специальная упаковка, конечно, этих телевизоров, так же, как и другой техники Sony, которые позволяют его перемещать. Наверное, когда подобного рода продукция разрабатывается, уже изначально на заводе, на изготовителе думают о том, как будет в дальнейшем у нас сейчас транспортировка такого рода товара? Ну, безусловно, наши инженеры продумывают внешнюю упаковку, внутренние фиксаторы таких телевизоров. Вот у нас, например, есть телевизор 85 дюймов по диагонали. То есть, да, у него есть специальная внешняя упаковка. 85 дюймов, вы сказали? 85 дюймов, да. По диагонали, да. Это очень большой телевизор. Печатляющий масштаб. Да, вот этот телевизор действительно трудно перемещать. Знаете, я был в магазине одного из дистрибьюторов и видел телевизор марки Sony, по-моему, 80 дюймов. И меня поразил, конечно, сам масштаб и возможности. И, кроме того, меня поразила, честно говоря, его стоимость. И я предполагаю, какой риск несет перевозчик при перевозке такого товара. Поэтому сейчас мы с вами, наверное, идем на рекламу, а потом вернемся и обсудим вопросы страхования. Уважаемые телезрители, сейчас мы уйдем на короткую рекламу и вернемся к вам очень быстро. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем программу «Логистика 2.0» и ее ведущие Ольга Ешенина и Кирилл Лас. Здравствуйте. В гостях у нас сегодня Елена Артемова, руководитель отдела логистики и администрирования и продаж операционного управления ЗАО «Сони Электроникс». Здравствуйте. Здравствуйте. Лен, продолжая разговор о большой ценности товара и его большом потребительском спросе на этот товар, безусловно, во время перевозки возникают риски, связанные с его возможной утратой, повреждением или еще какими-то событиями. Как вы защищаете свой товар во время перевозки? Страхуете вы его или нет? Как вы решаете этот вопрос? Да, действительно, этот вопрос не раз поднимался в нашей компании. Мы уделяем большое внимание не только страхованию, но и вообще оценке рисков при движении товара внутри рынка и также в цепочке поставок на рынок России. Товар у нас застрахован, естественно, потому что мы корпорация, которая имеет регулирование по страховой деятельности, и наша активность и наша деятельность внутри России, она строго регулируется этими правилами. У нас есть партнер, который оказывает нам услуги страхования здесь, в России, и, соответственно, все случаи, которые у нас появляются, мы в первую очередь можем потребовать нашего партнера. Но, с другой стороны, в России есть ответственность перевозчика за доставку товара, поэтому в первую очередь мы выбираем перевозчиков и выбираем партнеров и поставщиков услуг в этой области, которые, на наш взгляд, могут оказывать качественные услуги и брать на себя риски и ответственность за перевозку товаров высокой стоимости. А вы не считаете, что таким способом, по сути дела, одно и то же действие страхуется два раза? Потому что любой перевозчик должен застраховать либо груз, либо свою ответственность в процессе перевозки, и в то же время ваш груз застрахован генеральным страховым полюсом. Нет ли в этом какого-то задвоения? Ну, с одной стороны, да, такое задвоение есть, но если наступает страховой случай, то мы на основе нашего контракта можем всегда предъявить претензию нашему перевозчику. А как вы считаете, страхование ответственности перевозчика в России работает? Ну, этот вопрос вообще лучше задать самим компаниям, которые занимаются этим бизнесом в России. Знаете, честно вам скажу... Мы сами, в общем-то, не оказываем. Мы сами, как компания Sony, не снимаемся с перевозкой. Мы привлекаем компаний, которые оказывают услуги такого рода. Вот, честно вам скажу, по своей практике, механизм страхования ответственности перевозчика в России практически не работает. Механизм страхования груза в процессе перевозки – это рабочий механизм, но очень дорогой, и на него, как правило, не идут грузовладельцы, такие как вы. Поэтому возможным решением этой ситуации может быть механизм реестрового страхования, когда перевозчик страхует все свои грузы, которые делаются надежными перевозчиками, и вполне понятные грузы с ограничением по стоимости по надежным маршрутам. У нас есть прям целое решение, которое позволяет делать эффективные перевозки и отвечать за них. Но сейчас, наверное, мы о другом поговорим с вами. Скажите, пожалуйста, столкнулась ли компания Sony с какими-то сложностями в связи с последними событиями, с ростом курса валюты, с колебаниями курсов валюты? Сказывается ли это как-то на оптимизации логистики, на стоимости логистики? Ну, компания Sony, так же, как и другие компании, конечно, ощутила на себе рост стоимости валют, потому что мы технику импортируем, мы же не производим технику в России, поэтому стоимость наших товаров подорожала, и это, наверное, заметно. С другой стороны, это время, когда мы можем внутри себя проанализировать все наши расходы и постараться максимально их сократить. Вообще логистика, она относится к расходным элементам бизнеса. Так же и в нашей компании расходы на дистрибуцию очень строго контролируются, анализируются, и в это время, когда экономическая ситуация нестабильна, происходит переоценка, скажем так, расходов с возможным повышением эффективности дистрибуции. Что касается какого-то развития дальнейшего, вот в трудных кризисных условиях, вы сказали, что вы сокращаете затраты. А видите ли вы себе какие-то возможные драйверы роста для дальнейшего развития компании? То есть за счет чего вы хотите двигаться вперед в этих непростых условиях? Ну, я отвечу, наверное, не только за свою компанию, я отвечу от себя лично, что, конечно, в тяжелое время, в нестабильной экономической ситуации, поскольку компании, которые занимаются продажами, они должны привлекать покупателей. И в первую очередь это должен быть товар, который будет привлекательным для покупателя, который будет отличаться какими-то особенностями. И только с таким товаром, наверное, можно выжить во время нестабильной экономической ситуации. Соответственно, все компании, наверное, пересматривают свою линейку, предлагают сейчас на рынок интересные какие-то товары, которые хочется купить. Скажите, вот товары компании Sony очень широко представлены на витрине различных интернет-магазинов, и вообще e-commerce направление сейчас набирает большую популярность. С точки зрения роста показывают очень хорошие показатели по даже 2014 году. Скажите, не планирует ли компания Sony самостоятельный выход на такой канал продаж, как e-commerce? Будете ли вы делать свой интернет-магазин? У нас интернет-магазин давно существует, и я бы сказала, он один из лучших, наверное, интернет-магазинов. Я могу оценивать только с точки зрения, скажем, логистических особенностей и надежности поставки в этом сегменте. Интернет-магазин у нас развивается, и внутри компании уделяется и внимание, и поддержка этому направлению. Я соглашусь, что, наверное, развитие этого направления не связано с экономической ситуацией, и просто это удобно в первую очередь, поскольку, в общем-то, все мы сейчас заняты на работах различными видами деятельностей, и интернет доступен сейчас практически каждому, поэтому несложно оценить возможности интернет-магазинов и сделать покупку. С другой стороны, среди интернет-магазинов, большого количества интернет-магазинов, которые можно, наверное, найти сейчас в интернете, не все заслуживают, может быть, положительной оценки, поскольку доставка занимает длительное время. И, наверное, в этом направлении стоит сейчас развиваться и поработать. — Скажите, а как вопрос доставки в вашем интернет-магазине решает компания? То есть это делается собственными силами, или вы привлекаете каких-то специальных подрядчиков, специализированные компании для оказания такой, ну, как бы, услуги? — Ну, конечно, как я говорила, что логистика у нашей организации — это непрофильный вид деятельности, поэтому мы максимально пытаемся привлечь поставщиков услуг в области логистики. И интернет, в общем-то, не исключение. У нас есть тоже поставщики услуг, курьерские службы, которые делают нам доставку товаров, а вот наш основной склад в Московской области, он, собственно, подбирает товар по заказам интернет-магазина. Но основная задача сейчас стоит — это вот оптимизировать как раз доставку, максимально сократить сроки доставки товара клиенту. И в этой области сейчас происходит, в общем-то, анализ, оценка возможностей и перестройка операций, я бы так сказала. — Елена, вот сейчас на Новый год, несмотря на кризис в связи с изменившимся курсом рубля, все хотели очень покупать электронику, и был просто фантастический всплеск продаж. Сейчас, наверное, несмотря на то, что рубль немножко усилился, все равно есть какое-то падение спроса. Как бы вы могли описать, во-первых, спрос на диджитал-устройства в ближайшее время, и как меняется структура вашего предложения? То есть выводите ли вы на рынок какие-то новые устройства взамен старых? Ну, понятно, что там CD-плееры, наверное, уже мало кому интересны. Как вы себе видите вот эту перспективу? — Ну, с одной стороны, конечно, тенденция к уменьшению размеров товаров в электронике, она заметна. С другой стороны, мы все видим, что у нас есть смартфон, который, в принципе, изменяет все остальное. Скоро появится телевизор, который будет заменять и смартфон, и планшет, и компьютер. — Его с собой носить надо будет? — И все что угодно. Нет, нужно будет просто сидеть и не отрываясь смотреть. Ну, с другой стороны, конечно, развивается направление фото, цифрового фото-видео, поскольку есть любители в этой области, которые не должны остаться без своих любимых технологий. И, в общем-то, компании не стоят на месте, они пытаются предложить всевозможные новинки, усовершенствованные из года в год технологии, которые позволяют фотографировать и передавать фотографии тут же, в общем-то, в любой адрес. — А меняются ли как-то технологии логистики в связи с уменьшением объемов перевозимых товаров? — Ну, технологии логистики, они могут использовать только какие-либо другие виды транспорта, ну, в частности, самолет. — Ну, мы сами понимаем, что самолет — это достаточно затратный вид транспорта, особенно в текущих условиях. Поэтому не каждый товар можно доставить самолетом. — Ну, я думаю, что более эффективная консолидация, и те операторы, которые позволяют консолидировать более эффективно и возить более быстро, пусть даже не обязательно самолетом, но другими видами транспорта, наверное, будут выигрывать в борьбе за логистику будущего. — Ну, здесь сложно так сказать. В первую очередь, логистика в нашей стране, как я уже говорила, это достаточно сложный вид деятельности. И вообще логистика, на мой взгляд, по моим оценкам, это вид деятельности для профессионалов и для трудяков, потому что нужно все время оценивать свои возможности, затраты этого бизнеса. Этот бизнес не особо доходный, на мой взгляд. Поэтому прежде чем, чтобы предложить какие-либо услуги, нужно очень четко понимать, сколько они будут стоить, и возможно ли их качественно выполнить. — Не могу с вами не согласиться. Большое вам спасибо. Дорогие телезрители, вы смотрели программу «Логистика 2.0». А в гостях у нас была Елена Артемова, руководитель отдела логистики и администрирования продаж операционного управления ЗАО «Сони Электроникс». А с вами были ведущие Ольга Ешенина и Кирилл Ласов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова